В Новой Москве приступили к строительству быстровозводимой инфекционной больницы за бетонным кольцом. Так называют объездную автомобильную дорогу Московской области, вблизи деревни Голохвастово. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на этой неделе во время посещения специально созданного колл-центра Департамента здравоохранения по вопросам коронавирусной инфекции. На кадрах видео, снятого в пятницу, строительная техника участвует в процессе возведения медицинского учреждения. Сообщается, что больница будет состоять из нескольких корпусов. В зависимости от предназначения они будут возводиться с применением различных материалов – бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой. Также сообщается, что вместимость медучреждения составит 500 коек, в том числе до 250 коек реанимации. Она будет оснащена всем необходимым оборудованием. По состоянию на утро 15 марта новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Однако днем ранее количество заболевших по всей стране возросло на треть – до 60 человек. В этой связи премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах. Об этом председатель российского правительства заявил на заседании стратегической сессии Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу в Москве. Власти постепенно ограничивают авиасообщения с Европой, оставляя рейсы только в столицы государств Старого Света. Кроме того, премьер-министр призвал усилить контроль за теми гражданами, которые успели в недавнем времени побывать в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Для этого требуется перевод их на 14-дневные карантины, врачебное наблюдение. Здесь медлить нельзя, нужна, в общем-то, быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания. Так как это сделано в Москве, эту практику необходимо распространить на все регионы страны. Прошу отнестись к этому спокойно. Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы, как я уже сказал, инфекция не передавалась. В первую очередь, подвержены заболеванию в опасной форме люди пожилые. И массовые мероприятия, когда могут разносчиками инфекции также стать членами семьи, это самый важный элемент, от которого нужно оберечь наших родных людей.